И так вот ты будешь говорить. Брат приветствовать, друзья, на третьем конвенте выпускников. У нас это мероприятие традиционно становится и все время по-своему неожиданно. И неожиданность или интересность всего, в том числе с помощью, мы решаем с помощью гостей. Сегодня у нас Леонид Борисович Богославский, сегодня Герман Лозович Греф. Надеюсь, вы сможете получить удовольствие не только от общения с собой, но и общения с нашими гостями. И я хотел бы представить Леонид Борисовича, которого я знаю очень много лет. Человек, который не только свидетель, но и участник очень многих событий, связанных в нашей стране, о чем, может быть, не все знают, не только интересной судьбы, выбравший когда-то профессию, которую сейчас назвали бы как почти программист, правильно понимаю? Математик. Ну, математик, да, но ты же в такой области занимался, которой, собственно, сейчас деньги зарабатываешь. Тогда об этом никто не знал. Я хочу представить человека, который действительно интересен во всех смыслах, с точки зрения того, чем он занимался, занимается в бизнесе, того, какое он влияние оказал на многих людей, даже о честь, в том числе и на меня, безусловно, с выдающимися людьми, которые были в нашей истории. Мало кто знает, что Петр Ильич Авин познакомился с Березовским благодаря вот тебе. И какая была бы звезда дальше Бори Березовского и все остальное. А я потом наоборот, их вместе с Ромой Абрамовичем. В общем, целая история, но, тем не менее, с точки зрения бизнеса, которым занимается Леонид Борисович, мне кажется, это очень интересно, в том числе многим нашим выпускникам. И, возможно, вы сможете что-то для себя почерпнуть из того, как он реализует свои идеи. Я уже не говорю про последнее увлечение Леонид Борисовича, это аронменство. Он сейчас буквально только в субботу закончил техасский полный марафон, что меня очень сильно поражает и раздражает, потому что… Аронмен. Аронмен, да. Аронмен. Извините. Что меня очень поражает и раздражает, потому что мы в определенном бизнесе партнеры, я крайне переживаю, потому что он ведущий партнер, и он зарабатывает деньги. И поэтому я очень трепетно отношусь к его здоровью. В общем, Леонид Борисович, рад тебя приветствовать. Спасибо, Андрей, за представление. Я понимаю, что у вас сегодня такой день, когда люди вроде меня рассказывают про лидерство и про разные аспекты лидерства. Я так понял, что мой блог связан с персональным лидерством. Я ехал сюда и думал, как правильно начать, еще чтобы было интересно. Я решил начать действительно со спортивной истории, которую я коротко расскажу. Но вы должны ее воспринимать не как спортивную на самом деле, а вот так то, как это некий поведенческий процесс с целями, с планированием, с волей, который применим к любому виду деятельности. Чем бы вы ни занимались бизнесом, какой-то профессиональной деятельностью, смотрите на эту историю, проецируйте на эту деятельность. Потому что многие говорят, что спорт – это модель жизни. Я для себя, кстати, выявил, что не совсем весь спорт – модель жизни. На самом деле я считаю, что любительский спорт – это модель жизни, а профессиональный спорт – не совсем. Потому что в профессиональном спорте профессиональный спортсмен имеет команду зачастую, которая его ведет. И очень много, часто, когда профессиональный спортсмен не сам принимает решения, за него решения принимает команда. Это там тренер, врачи и прочие. А когда ты в любительском спорте, то полностью ты все делаешь самостоятельно, все решения принимаешь самостоятельно, и это не отличается от любой другой профессиональной деятельности. И здесь история. Я чуть неудобно себя чувствую, я кому-то спиной нахожусь, поэтому я чуть-чуть назад отойду. Я расскажу, почему я вдруг в возрасте 62 лет никогда не занимаюсь спортом. То есть я реально никогда не занимался спортом, в детстве не ходил ни в какие секции, плавать не умел. Ну, то есть я плавал, как дачник, там, брасом, кролями я плавать не умел. На велосипеде катался в школе в последний раз. И вот вдруг я увлекся триатлоном в возрасте 62 лет. Я увлекся триатлоном, потому что прочитал книжку Криса Маккормика, Маккор Мака, выдающегося австралийского триатлета, двукратного чемпиона мира по аэронмэну, которая называлась «Я здесь, чтобы победить». И это, кстати, название этой книги – очень важный такой, ну, как сказать, не лозунг, что ли, а очень важное жизненное правило. Я сразу про это хочу сказать, что вот мне нравится триатлон, потому что в нем есть два таких лозунга или правила, которые, мне кажется, должны сопутствовать, чем бы вы ни занимались. Первое – это «Я здесь, чтобы победить». То есть смотрите на это в таком широком смысле. То есть что бы вы ни делали сейчас, какой проект или какая-то важная деятельность, на нее надо смотреть, что это вы делаете для того, чтобы победить. И второе, такой тоже, ну, общий лозунг, там, айронмэна, триатлетов – это «Нет ничего невозможного». Это тоже очень важно, потому что, когда вы ставите перед собой какие-то цели, то нужно вот такую, как бы, мантру иметь, что все достижимо, и вы должны проявить волю движения к этой цели, и вы ее достигнете. И это верно. И вот, собственно, триатлон и айронмен, длинный триатлон держится на этих двух моментах. В общем, это, как бы, краеугольные камни. Так вот, значит, ровно три года назад, в возрасте 62 лет, я увлекся триатлоном, очень быстро прогрессировал. За это время я участвовал в 15, наверное, стартах. Совершенно неожиданно для себя где-то примерно 11 раз оказался на подиуме, то есть был призером в своей группе. А дальше, да, и в прошлом году вообще все было замечательно. Я, заняв второе место в Теннесси, в своей группе, я отобрался на чемпионат мира, на Гавайи, на кону знаменитую, после всего лишь 18 месяцев, с момента первой тренировки, что действительно такой необычный результат, и должен был ехать на Гавайи, на чемпионат мира. И за два месяца до соревнований я на многодневной велогонке во Франции получил тяжелую травму, которая усугубилась еще через две недели, потому что я все-таки хотел туда поехать, я начал тренироваться, допустил ошибку, и в общем, неважно. Короче, у меня было две подряд операции на ноге, после которых мне сказали, что не только там об Айронмэне и Атриатлонен надо забыть, а вообще, наверное, я и бегать не смогу. Но тем не менее, я понимал, что я могу плавать, я могу ехать на велосипеде, постепенно я все равно реабилитировался, восстанавливался. И так получилось, что еще до того, как я получил все эти травмы, я заявился на чемпионат Северной Америки, который проходил прошлую субботу в Техасе по полному Айронмену. И я, посоветовавшись с врачами, я решил, что все-таки я поеду и проплыву, проеду на велосипеде. Ну, кто не знает, это проплыть надо, ну, считайте, 4 километра в открытой воде, потому что дистанция 3,9, но ты всегда там 100 метров набираешь, потому что плывешь, в общем, не совсем по прямой. Проехать на велосипеде 180 километров, ну, а марафон не бежать. 42 километра, естественно, я бежать не могу. Я поехал с этой идеей и стартовал. У меня была цель, вот это важный момент, все-таки я себе какую-то цель сформулировал. И цель у меня была такая, я хотел оказаться третьим в тройке, в первой, после велосипеда. Но у меня все пошло не так. Я хорошо проплыл, я выплыл пятым в своей группе, где было несколько десятков американцев, которые хорошо плавают. И это для меня пятый после плавания, это очень хорошо. Велосипед сначала, все было отлично, первый час, потом у меня начались, свалились на меня проблемы. Самая главная проблема была в том, что у меня лопнула цепь. Я стоял 30 минут, ждал, когда механики какие-нибудь подъедут, поменяют мне цепь. При этом я еще упал, когда цепь сломалась. И дальше, после этого поехал, и у меня начались очень сложные, очень сильные спазмы больной ноги. Я останавливался, тряс ногой, потом ехал дальше, в общем, скорость упала. Я финишировал на велосипеде, но результат был слабоватый. И вот я сижу в транзитной зоне, после которой я должен был в этой транзитной зоне спокойно выйти и закончить на этом. И думаю, что у меня не получилась цель, которую я перед собой ставил. И во мне сидело два человека. Один мне говорил внутри, смотри, тебе сверху посылают, чтобы ты вообще остановился и больше это не делал. Тебе дают понять. А второй человек внутри меня говорит, нет, это тебе смотрят, в общем, тебе присылают испытания и смотрят, как ты будешь их преодолевать. Сумеешь ли ты их преодолеть. И я решил поставить новую цель, финишировать, то есть сделать марафон и финишировать на этом старте. И я вышел на марафон. Это было, конечно, достаточно занудное дело, потому что бежать я не мог, я быстро шел. Разразился шторм. Два часа стена воды с градом в Техасе. Но я финишировал, тем не менее. Вот, я финишировал. Я это делал для себя, потому что я считал, что нужно создать какую-то другую цель перед собой и, в общем, ее достичь. Я это все рассказал, потому что в своей жизни, в общем, я вот как-то вот так и живу. И профессионально я живу похожим образом. То есть я иду от цели к цели. И мне становится неинтересно, когда я в какой-то деятельности не могу создать для себя адекватно интересную цель. Вообще, все, что я хочу, наверное, вам рассказать, это, естественно, индивидуально. Это очень зависит от каждого конкретного человека, от того, к чему он предрасположен. Потому что это вовсе не означает, что это универсальные рецепты. Вообще, точно так же, как существуют люди с предпринимательским складом, существуют люди с потрясающим менеджерским складом, зачастую это не одно и то же. Точно так же существуют люди, которые отлично многие годы могут профессионально исполнять какой-то профессиональный процесс, там, будь это консультанты, врачи, преподаватели. И есть люди, которым все время нужна динамика для того, чтобы поставить какую-то новую цель и к ней прийти. Ну, мне кажется, что… Давайте я расскажу теперь, ну, вот, что у меня происходило, такие ключевые моменты в жизни, для того, чтобы вот эту свою особенность, движение от цели к цели показать. Наверное, первый интересный момент, который у меня в жизни возник, это было еще в седьмом классе, ну, наверное, в шестом я начал, я увлекся биологией. Я увлекся биологией и начал заниматься очень серьезно. То есть я почти каждый день ходил в московский зоопарк, там был кружок юных биологов, и там мы ухаживали за животными. И я очень быстро, чисто, еще раз, это все подсознательно происходит. Мне нужна была какая-то цель, и я понял, что вершиной там школьной биологии является, не знаю, Олимпиада МГУ по биологии. И в седьмом классе я решил в ней участвовать. Там два тура. Первый тур письменный, он достаточно легкий, я его прошел. На втором туре надо ходить по кафедрам, надо выбрать восемь кафедр, и там преподаватели тебя спрашивают, анализируют твои знания и выставляют тебе оценки, потом эти оценки суммируются. И для того, чтобы подготовиться ко второму туру, еще раз, я в седьмом классе, я наврал родителям, что я хожу в школу, у нас теперь продленный день, и весь день я в школе. В школе я придумал, что я заболел, и какую-то принес справку, а я каждый день ходил в библиотеку. Я каждый день ходил в библиотеку, где-то неделю до второго тура, и изучал справочники. То есть справочники, определители, где там различные растения, животные, потому что основное знание, ты должен был угадывать и рассказывать, что это за растение, что это за животное, в зависимости от конкретной кафедры. И я получил первую премию МГУ. То есть я выиграл эту олимпиаду в седьмом классе. И когда я ее выиграл, то после этого отец заволновался и сказал мне, слушай, ты теперь с очком будешь все время бегать, бабочки ловить и жуков собирать. Это не наука, в общем, надо заниматься серьезной наукой. И потом какой-то другой цели уже не было. И я переключился с биологии на математику. Я реально переключился, потому что я не понимал, какая следующая цель, будучи в школе, то есть после первой премии при МГУ. Я занялся очень серьезной математикой. В восьмом классе буквально там через год я выиграл телевизионную всесоюзную олимпиаду по математике. И дальше очень серьезно занимался математикой. Когда после окончания института я закончил как прикладной математик, я поступил в Институт проблем управления Академии наук на работу и стал заниматься, то есть я всю жизнь занимаюсь примерно одним и тем же. То есть это по-английски то, что я закончил, называется компьютер сайенс. И в Институте проблем управления я тоже занимался математическим моделированием компьютерных систем и сетей. То есть вообще я изучал то, что потом стало интернетом. Тогда интернета не было, но вот протоколы, которые легли в основу интернета, это то, что мы моделировали, изучали. И тогда тоже было мне очень важно поставить цель, при которой ты вот высоко поднимаешь планку и ты куда-то стремишься. Вот это был важный момент, потому что он определяет и то, как потом я в бизнесе все строил, и то, как я, в общем, меня спросили, что я бы посоветовал всем. То есть я понимал, что там, то есть уже у меня были публикации в советских журналах научных, но я понимал, что нужно выходить на международную арену, потому что достаточно сложно. То есть нужно становиться, если ты занимаешься наукой, то нужно становиться ученым, который признан в мире. И я стал посылать свои работы в международные, в основном американские, научные журналы. Это было очень непросто, потому что там нас никто не ждал. Рецензирование было, могу сказать, совсем не демократичным, а даже дискриминационным. Но тем не менее, мне удалось пробиться, и у меня целый ряд работ было опубликовано. То есть у меня были очень сильные результаты, математические, связанные с компьютерными системами. И эти результаты опубликовали в самых ведущих журналах научных. И после этого меня пригласили профессором в университет Торонто на кафедру как раз компьютер-сайенс. Я там недолго проработал, потому что понял, что жить за границей мне не очень интересно. И самое главное, в общем, я когда приехал в университет, мне дали кабинет отдельный, у меня была большая зарплата, и у меня началась депрессия, потому что я понял, что теперь я до пенсии должен доказывать каждый день, что я могу приходить в этот кабинет, потому что я оказался где-то там высоко, и двигаться дальше не понимал, какая цель. То есть понимал, что надо держать эту поляну, держать оборону, в общем, доказывать, что ты можешь на этом уровне существовать, получать результаты математические. Но опять же из-за того, что первые результаты, которые я получил, были достаточно сильные, и мне один математик сказал, что Леонид, ты знаешь, вот такие результаты либо очень хороший математик получает раз в 10 лет, либо вообще один раз в жизни. И вот тут у меня тоже… То есть опять я не понимал, какая следующая цель должна быть. Но тут произошла перестройка, возникла возможность заниматься бизнесом, и вот моя вторая жизнь, если моя первая жизнь – это ученый, то вторая моя жизнь стала предпринимателем. я основал компанию, которая в течение буквально нескольких лет, компания стартовала моя в 90-м году, она в течение нескольких лет стала ведущей IT-компанией России. Мы там регулярно с 93-го по 96-й год входили в первую тройку, но там были рейтинги. Компания, которая сделала несколько крупнейших проектов, то есть мы были генеральным подрядчиком по компьютеризации Государственной Думы, вот этих двух зданий, вся IT-инфраструктура, которая была создана изначально, мы были генеральным подрядчиком. Создали уникальную IT-инфраструктуру, похожую на Бундестаг, то есть на самых современных технологиях. Там оптоволоконные кольца через все здания, циски, концентраторы, отказоустойчивый комплекс, на котором стоит Oracle, а то время где-то 2000 пользователей, включая там всех, естественно, всю администрацию. Это был очень такой серьезный проект, который мы успешно сделали. Мы создали паспортную систему, автоматизированную паспортную систему в Республике Узбекистан и так далее. Вот здесь был очень важный момент, потому что мне сказали, что бы я посоветовал, как двигаться в перспективе. Очень важным оказалось то, что я все время стремился посмотреть, как устроены наилучшие практики. И мне удалось, ну просто там через каких-то знакомых меня начали мне помогать, знакомить. Я начал ездить по крупнейшим компаниям мировым технологическим для того, чтобы посмотреть, как они устроены. Это начало 90-х годов. То есть я сумел добиться там 10-дневной стажировки, например, в компании Перо Системс, который основал Росперо, легендарный IT-предприниматель и кандидат в президенты США в свое время, где мне устроили, меня прогнали, как вновь принимающего, принимая его на работу, через такой вот jumpstart, 10 дней. Я взял своего технического директора и мы вдвоем через это прошли. Я задавал массу вопросов, встречался со многими компаниями в Европе, в Америке, понимал, как вот устроена современная там IT-компания, системная интеграция. И все это старался имплементировать в своей компании. Поэтому произошел, вот это дало очень серьезный результат. Потому что мы оказались, например, первыми, кто в начале 90-х годов начал выстраивать компанию по вертикалям. То есть у меня был департамент, который занимался энергетикой, департамент, который занимался банками, финансами, департамент, который делал IT-решения для промышленных предприятий, для телекомов и так далее. То есть было построено порядка 8 вертикалей. И как бы на клиента не просто там продавцы, которые продают отдельные продукты, были обращены, а очень квалифицированные люди, которые предлагали решения для конкретной индустрии. И поэтому в 96-м году, в 96-м году, когда начали интересоваться нашим рынком стратегии, и на меня вываливались IBM, Pricewaterhouse и EDS, три стратега, они ходили по нашему офису и говорили, слушай, а у него все как у нас. Вот, то есть компания оказалась построена так, как, ну, там, по лучшим мировым практикам. Ну, или не по лучшим, а просто вообще так, как надо строить компанию. И поэтому мне пришли, я оказался как невеста на выдании, все три компании хотели купить мою, и в результате я продал свою компанию Pricewaterhouse. Это было начало 97-го года. Это была первая такая достаточно крупная сделка, при которой мировой стратег, Pricewaterhouse, ну, теперь PricewaterhouseCoopers, покупал IT-компанию в России. Кстати, я продал ее ровно вот из-за этой своей особенности, потому что после того, как мы сделали такие крупные проекты, как Госдума и там паспортная система Узбекистана, я попал в похожую ситуацию, как в науке. То есть, как мне говорил мой шеф, ну, что там, Леонид, у вас там Н плюс первая статья или Н плюс первый результат, и мне вот не хотелось Н плюс первый. Мне хотелось заняться чем-то другим, где бы возник бы первый, там, второй, третий результат, и он бы, каждый следующий был бы лучше предыдущего, значительно лучше предыдущего. То есть, мне очень важна вот эта динамика, мне очень важно, чтобы был рост. И когда я выхожу на плато, опять я говорю про себя, это не есть универсальный совет или рекомендация, но когда я выхожу на плато, где я должен, что называется, защищать периметр и просто соответствовать тому, что делал вчера, мне становится неинтересно. Я начинаю для себя искать новый челлендж. И так же и здесь было. То есть, для меня уже второй государственной думы не было выйти, у меня были иллюзии тогда, потому что было очень быстрое развитие компании, что может быть мы можем выйти со своими решениями, со своими знаниями на зарубежный рынок, и вообще я все время хотел построить международную компанию. С самого начала заниматься деятельностью на международном уровне. Но я понял, что это нельзя, причем даже в силу определенных объективных или субъективных причин, связанных с тем, что мы в России, из России, как у меня было очень интересно, мы почти выиграли крупный проект в Канаде создать систему на Oracle для крупного предприятия. И у нас все было лучше. Лучше предложение, лучше цена и так далее. И нам отказали. И когда я спросил Си Айо, почему нам отказали, он говорит, слушай, понимаешь, вот если пайрайк окажется неудачным, но при этом его неудачным сделают китайцы или индусы, нет, не индусы, сделают индусы, то на совете директоров мне пожурят и все. А если проект окажется неудачным и на совете директоров я буду рассказывать, что провалились русские, то мне совет директоров скажет, ты что был вообще пьяный, сумасшедший, зачем ты взял русских? Ну то есть уже тогда было как бы вот, это очень было необычно, чтобы российская компания делала какое-то решение серьезное. И поэтому, собственно, когда возникли предложения о покупке, я посчитал, что это как раз возможность использовать Pricewaterhouse для того, чтобы работать на более международном уровне. Ребятам, моим специалистам, было это тоже очень интересно. Деньги давали хорошие. И это для меня был новый челлендж. Собственно, поэтому я и решился на эту сделку, после которой я стал старшим партнером Pricewaterhouse. Я отвечал в течение почти пяти лет за управленческий консалтинг в России и в странах СНГ. Там тоже был челлендж. Мне было очень интересно. Первый челлендж был в том, что мы вели переговоры с Газпромом о создании крупнейшей системы на базе SAP. И в течение двух лет эти переговоры, которые в какой-то момент я возглавлял, то есть я их возглавлял, эти переговоры, они привели к тому, что мы подписали крупнейший контракт вообще на то время с Газпромом на системную интеграцию, создание системы бухгалтерского учета и расчетов за газ на базе SAP. Контракт бюджетом 140 миллионов долларов подписал Виахерев и я этот контракт. Это была очередная такая вершина, с которой в течение почти два года переговоров. В общем, очень тяжелый проект. И мы создали крупнейшую практику SAP на тот момент в России. И после этого я опять попадаю в ситуацию, когда понимаю, что мне теперь, в общем-то, просто спокойно могу, что называется, до пенсии просидеть старшим партнером Pricewaterhouse, столько мне ошибок особых не надо совершать, потом совершенно прекрасно уйти на пенсию. Пенсия в Pricewaterhouse, Pricewaterhouse на секундочку, в то же время составляла бы где-то 130 тысяч долларов в год до конца жизни. 130 тысяч долларов до конца жизни. И тут я делаю, наверное, самый необычный такой и самый рисковый в своей жизни шаг, но очень важный. Потому что вот это мое желание понимать, что происходит в мире и все-таки иметь отношение к какому-то международной деятельности, она привела к тому, что меня назначили уже тогда, это был 99-й год, я стал ответственным за, тогда это называлось, и бизнес, то есть это интернет-бизнес-решение в Европе. То есть не в России, а в Европе. И поэтому я в течение некоторого времени, у меня появилась возможность ездить на различные конференции, встречаться с различными мировыми компаниями, интернет-компаниями и смотреть, как это устроено и что они делают. И поскольку после сделки с Pricewaterhouse, у меня появились начальные деньги, достаточные для инвестиций, я начал инвестировать. Но при этом, понимая, что мне нужен какая-то другая серьезная цель, я решил, что мне нужно создать, может быть, какой-то фонд или какую-то инвестиционную компанию. И я случайно, через знакомых, просто случайно, я познакомился с теми людьми, которые стали моими партнерами в первом Рунет. И в том самом первом Рунет, который стал первым инвестором Яндекс и Озон. Это 2000 год. То есть в 2000 году у меня появилось такое opportunity, и тут я рискнул по-крупному. Что это значит? Ну, что такое был там Яндекс или Озон в 2000 году, сейчас, наверное, мало кто понимает. Яндекс, естественно, ничего не зарабатывал, вообще ни рубля. И был компанией, в которой там работало порядка 12-15 человек. И вообще был не лидером, а только номер 4 в России. Озон, там был тоже из-под кровати, было сложно его разглядеть. Он торговал книжками. И вот я беру и инвестирую все свои свободные средства в этот стартап фактически, ну вот в Рунет, для того, чтобы в нем занимать достаточно весомую позицию. А кроме этого, поскольку партнеры мне предложили вообще стать CEO и председателем совета директоров этого Рунета, но при этом я должен был уйти из Pricewaterhouse, отказаться от очень большой зарплаты старшего партнера, то есть сделать такой, уйти на зарплату в три раза меньше, и у меня пропадала пенсия моя. И тем не менее, я беру на себя такой риск. Я беру его на себя только потому, что мне это интересно, это новый челлендж для меня. И вот, причем я уже относительно немолодой человек. У меня еще такой важный момент, тоже хочу посоветовать. Я вкрапливаю такие особенности личностные. Я всегда считал психологически, что я могу... Я просто всегда считал, что я всегда могу начать с нуля. То есть психологически, независимо от возраста, я никогда не боялся все потерять, потому что у меня была психологическая уверенность, что я могу начать с нуля и быть успешным с нуля. Это первое важное. Второе важный момент, то что, если какие-то происходят неудачи, даже кто-то ко мне, по отношению ко мне поступает несправедливо, я всегда считаю, что во всем виноват я. То есть я никогда не виню других людей. Даже когда, не знаю, какая-нибудь бабушка в меня въезжает на машине, то все равно я считаю, что я виноват, потому что я должен был предвидеть, что вот эта бабушка, она как-то так вот поворачивает странно, и она должна была въехать в мою машину. Это тоже важная особенность, потому что она позволяет, тем не менее, таким образом себя совершенствовать. Ну, короче, вот проект Рунет оказался очень успешным. Вы все знаете, что произошло с Яндексом. Все довольно неплохо с Озоном. Я до сих пор большой акционер в Озоне. И уже в результате успеха Яндекса мне удалось осуществить вот свою цель сделать международный бизнес. То есть начиная с 2011 года, мы построили международную инвестиционную компанию, которая работает во многих странах. У нас офисы в Москве, в Риге, в Нью-Йорке. Мы инвестируем в Соединенных Штатах, в Европе, в Индии, в России, в Юго-Восточной Азии. У нас большой инвестиционный портфель. Я постоянно мотаюсь по этим разным странам. Это был некоторый новый вызов, который оказался тоже достаточно успешным. И вот, наверное, там тоже возникло какое-то вот это плато. Ну, то есть понятно, что, ну, хорошо, можно еще там деньги зарабатывать, еще деньги зарабатывать. Ну, есть 40 компаний, в которые мы проинвестировали. Ну, хорошо, будет еще 20 компаний, в которые мы проинвестировали. Ну, это то же самое, да? И, может быть, на фоне этого я вот и занялся триатлоном. Но я могу оставить время на вопросы. Ну, так я как раз хотел сказать, правильно понимать, что ты уже в бизнесе, так сказать, плато достиг, и поэтому ты теперь бегаешь от бизнеса? Нет, нет, это не так. Нет? Это совершенно не так. Это просто мне, наоборот, помогает. Я человек заинтересованный. Я понимаю, я понимаю. Он даже деньги зарабатывает. Да, я понимаю. Нет, это не так. Это некая отдушина, на самом деле, которая помогает очень, очень существенно дополняет. Дело в том, что у меня есть приятель, который был топ-менеджером очень крупных компаний. В какой-то момент он решил стать предпринимателем. И он мне позвонил и говорит, Леонид, вот скажи, что ты считаешь самое главное для того, чтобы быть успешным предпринимателем. Это образование, это связи, это начальный капитал, там, что еще. Я ему говорю, есть только три вещи, которые самые важные для того, чтобы стать успешным предпринимателем. Это воля, это опять воля, и еще раз воля. Отлично, друзья. Так как история, безусловно, у Ленина Борисовича большая, я специально у вас осознательно притормозил, потому что думаю, что у вас есть, что спросить. Да, буду благодарен за вопрос. Давайте. А как мы, девчонки, будем? Я буду микрофон всем давать? Доброе утро. Игорь Дубинников, практикум 7. Ленин, спасибо большое, очень интересно. Хотел узнать, вот челлендж, 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 ваш проект Angry Boys. В чем челлендж? Ну, вы знаете, пока это такое хобби, просто существовала уже несколько лет тусовка, которая, ну, скажем так, под брендом, без юридического оформления, без компании, под брендом Angry Boys собиралась и ездила на сборы, там, кемпы мы делали, в каких соревнованиях участвовали, форму делали такую, ну, Angry Boys, единую. Но в какой-то момент это начало увеличиваться и стало понятно, что просто так на энтузиазме самим это делать сложно и нужны уже какие-то сотрудники, которые будут помогать и так далее. Но дальше возникла очень интересная ситуация. То есть начинался это действительно просто, чтобы формально создать какое-то юрлицо, которое бы все это поддерживало. Вот. Но дальше начали возникать очень интересные моменты. Вот мы сейчас, например, придумали, проводим кубок, ну, велогонный, скажем так, кубок Angry Boys в Крылатском каждую субботу до осени. Есть старты, есть призовой фонд, ну, любители. И там есть разные соревнования, есть групповая гонка, есть с раздельным стартом, есть командная гонка. И каждую субботу такие соревнования проходят. Еще на меня так получилось, что могу такой интересный секрет рассказать, что, может быть, будет из этого и международный проект. Потому что я познакомился вот с этим легендарным Крисом Маккармиком. И мы сейчас рассматриваем один международный проект. Вместе с Крисом делать такую серию очень интересную, триатлонную. Так это бизнес или не бизнес? Это бизнес. А когда заработаешь? Когда заработаю? Да, через сколько лет. В нашей жизни? В нашей. Дальше вопросы? Спасибо большое. Константин Борисов, Стартап Академия. Ваша инвестиция в Яндекс очень удачно сыграла и оказалась в каком-то смысле пророческой. Хорошо выстрелила. Что, как вам кажется, выстрелили в ближайшие лет 10-15? Во что вы сейчас инвестируете? Какие истории или технологии? Ну вот мы совсем недавно такой, я устраивал стратегическую сессию для своих, своей команды с интересом, что же будет, где будут прорывы дальше. И мы для себя определили три интересных направления инвестиционных на будущее. Это IT-технологии в медицине, health care, но это не лекарства. Это фактически софт и приборы различные для health care. Но, так сказать, это первое направление. Второе направление – это финтех, где, я думаю, Грев, когда будет выступать, он об этом сейчас тоже очень любит рассказывать, о том, какие вызовы перед банками стоят. Но действительно, финтех очень мощно развивается, и это направление очень перспективное. И третье направление – это то, что называется интернет-вещей. Но интернет-вещей мы для себя его сузили до промышленного интернет-вещей. То есть не всякие гаджеты, которые используют люди, а именно промышленные решения, интернет-вещей для промышленности. Отлично. Дальше. Я вижу вот тут. А, там, да, давайте. Добрый день. Меня зовут Михаил Трегубенко. Я там приглашенный гость сферой деятельности в 3G-консалтинг. Леонид, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как вы управляете вашим временем? То, что вы описали, и единственный ответ может быть такой шуточный. Может, вы научились спать 1-2 часа в день, все остальное вы работаете? Как вы это делаете? Дело в том, что у каждого из нас есть на самом деле колоссальные резервы времени. Ну, не у каждого, наверное, вот у меня уже их практически не осталось. Но когда я только занялся триатлоном, я понял, что нужно найти в среднем дополнительные 2 часа в день. Потому что, если ты хочешь успешно делать полные айронмены, то в среднем это 12 часов в неделю тренировочных должно быть в среднем. Я их нашел очень быстро. Значит, три вещи. Первое. Я перестал читать ненужную, смотреть ненужные средства массовой информации. То есть я резко сократил. Все, что я посредством массовой информации делаю, я смотрю, я залезаю там два раза в день в Яндекс.Новости, и тем самым я вижу, что в целом происходит. Если там что-то очень супер важное, ну, я могу там куда-то дальше пойти по ссылке и что-то прочитать. Но я ничего не выписываю. А раньше выписывал там ведомости, коммерсант, прочитывал их и так далее. Я все это закрыл. Это первое. Это колоссальный объем времени. Я, естественно, не смотрю телевизор. И второе. Это существует очень много… Вокруг тебя существуют люди-пожиратели времени. Их надо правильно идентифицировать. Я, будучи человеком из интеллигентной семьи, мне когда звонил… Звонит раньше любой мой знакомый, говорил там, Леонид, что-то мы не видели с тобой несколько лет, у меня есть… Что с тобой там обсудить и так далее. Давай встретимся и поговорим. Я раньше всегда соглашался, потому что мне было неудобно отказать, но действительно я человека знаю, и я встречался. Ну, это обычно час-полтора вы должны потратить на такую встречу, хотя на первой же минуте вы можете понять, что то, с чем он пришел, оно не про вас. А теперь я, когда мне звонит такой человек, я ему говорю, слушай, старик, очень здорово, мы действительно с тобой давно не виделись, но мне, чтобы подготовиться для встречи, ты мне расскажи, о чем, в чем тема, какая тема. И тогда он мне говорит, слушай, ты знаешь, есть там, допустим, ну я как пример смешно привожу, есть совершенно потрясающая земля там в Орловской области, извините, Андрей Натанович, в Орловской области, и вот ее можно купить очень дешево, я хочу с тобой это обсудить. Я говорю, слушай, ну где земля в Орловской области, где я, это вообще не про меня. И разговор через три минуты заканчивается, все, не надо было встречаться. Вот сколько дружб ненужных и встреч ненужных, во мне уже осатаненность и отчужденность близких душ. Да. Добрый день, меня зовут Сергей Горбачев, практикум 4. Леонид, позвольте немножко философский вопрос задать. Вот вы человек, достигший очень многого, вы прям вдохновительно слушаете все ваши достижения. Мне бы очень было интересно ваше отношение к смерти. Вот, ну, однажды наступает такой момент, когда нам приходят все свои достижения, забеги, инвестиции оставить. Насколько это связано с временем, кстати, о чем сейчас спрашивали, насколько вот размышления о смерти вообще являются для вас важными, насколько вы оцениваете через эту призму свою жизнь сейчас, и это помогает вам, или наоборот для вас это никакого значения не имеет. Такой вопрос. Спасибо. А у него нет времени про смерть думать, как он сейчас сказал. И во-вторых, он от него все время убегает. Не зря он начал в 62 года заниматься триатлоном, когда уже все прекращают им заниматься. Извини, Леонид Иванович. Вопрос действительно философский, но и вы сами понимаете, что он очень персонифицирован. То есть это то, как я к этому отношусь. Это то, как я к этому отношусь. Вы знаете, я даже не знаю, как это сказать, но я считаю, что я достаточно многого достиг, и в личном плане у меня трое детей, и в жизни довольно много чего удалось. И я не боюсь этого совершенно. Более того, я даже пытался об этом подумать, и у меня не получается подумать. То есть я готов к тому, что это может произойти в любой момент, и меня это не страшит. Просто рано еще, понимаете. Меньше 90 лет жить неприлично, а он еще молод, поэтому чуть попозже, наверное, подумает. Правильно, Ленчик? Правильно, у меня отец дожил до 96, у меня, слава богу, маме 92. Так что у меня еще есть время. А ты должен с запасом, поэтому еще столько времени, чем ты еще увлечешься за это время, не только триатлоном. Еще вопросы? Да. Здравствуйте, Роман Вишневский. Спасибо большое за очень интересную лекцию. Хотел бы узнать, вот вы рассказывали про челленджи, про достижения, совершения. Какие-то очень крупные ошибки были, которые повлияли на ваше развитие, будущее и так далее, которые привели к тому, что вы начинали с нуля? Ну, конечно, были ошибки. Я к ошибкам достаточно легко отношусь. Я их анализирую, но я стараюсь, чтобы они меня как бы не пожирали. То есть я долго их как бы не анализирую и не переживаю по поводу ошибок. Но тем более, что если я сказал, что я вообще считаю, что все, что происходит, неблагоприятного, я сам в этом виноват. Поэтому мне достаточно легко это делать. Ошибки в основном, наверное, как и у многих, связаны с неправильной оценкой людей. Будь то человек, которого ты считал другом или товарищем, или это команда какого-то проекта, основатель какого-то стартапа. Вот самое очень важное, очень важно хорошо разбираться в людях. Многие люди, в том числе известные, допускали очень большие жизненные ошибки, потому что недостаточно хорошо разбирались в людях. Я не могу сказать, что я плохо разбираюсь в людях, и не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в людях. То есть я разбираюсь, наверное, ну где-то посередине. Поэтому мои ошибки основные были связаны с тем, что, скажем так, связаны с неоправданными ожиданиями в отношении других лиц, которые являлись моими партнерами, либо потому что это компания, в которой я участвую, либо являлись моими партнерами, потому что нас связывали личные отношения. Вот, наверное, вот этот как бы блок ошибок, связанных с умением распознавать людей, он, наверное, основной. И еще второе я хочу добавить, что, наверное, все основные ошибки каждого человека, каждого человека, связаны с его эго. То есть зачастую твое эго толкает тебя на какой-то шаг, который оказывается ошибочным, если ты потом его анализируешь. Ну вот это то, как я, например, сломал ногу. Я поехал в велогонку, когда мне тренеры, все мне сказали, что эту велогонку многодневную, семидневную, очень тяжелую, горную, когда мне ее делать не надо, потому что через 8 недель чемпионат мира, я ее поехал. Но ко мне даже тренер сказал, что хорошо, ладно, езжай, но только не каждый день, а через день. И после того, как я первый день проехал, он был очень тяжелый, ну, представляете себе, значит, первый же день вкатывания, 150 километров, подъем, подъем, 3 тысячи метров на велосипеде. И на второй день я не должен был ехать. Но я смотрю, все ребята, ну, там, правда, самый старший, после меня, моложе меня на 15, там, 18 лет, то есть вся компания молодая, я смотрю, все собрались ехать, а я, чтобы не садиться в техничку и не ехать, то есть мое эго подтолкнуло меня ехать второй этап, хотя я был очень уставшим. И поэтому, в общем, я потерял концентрацию, и в какой-то момент вот это случилось. То есть эго – это самый основной драйвер ошибок человека. Ну, все-таки ошибка в людях тоже, я согласен, это очень важная штука. Не зря ты биологом хотел становиться, поэтому ты немножко разбираешься, как биологически с субъектами. Григорий Клумов, EMBA 10. Как вы относитесь к публичным финансовым рынкам и миноритарным инвестициям в компании, где нет места директоров, голосов, акций достаточно? Может, у вас есть пенсионный портфель какой-то? Вы знаете, я просто, я никак к этому не отношусь, потому что я в этом мало чего понимаю, и в общем я не инвестирую в акции публичных компаний. То есть у меня значит, три из компаний, в которых я инвестировал на какой-то ранней стадии, стали публичными, но после того, как они стали публичными, я постепенно продавал акции, потому что то есть вот следить за движением акций, то есть это совершенно другая деятельность, чем та, которой я занимаюсь. Поэтому я решил для себя, что я вообще не держу акции публичных компаний. Еще вопросы? Не слышно. А вы что, микрофон не можете туда передать? Передайте. Еще раз добрый день. Спасибо большое за ваше выступление. Очень приятно было вас слышать. Меня зовут Ольга Хрипченко. Я приглашенный гость. Скажите, пожалуйста, какую литературу вы бы посоветовали почитать? Что для вас, может быть, какие-то авторитетные писатели, все, что касается личностного, профессионального роста? Спасибо. Ну, вы знаете, это настолько широкий вопрос. и почти практически каждая сильная книга, ты из нее можешь что-то почерпнуть для профессионального роста. Ну, то есть даже, так сказать, великая художественная литература, любой там серьезный роман, если его читать и по ассоциации какие-то вещи проецировать на профессиональную деятельность, там всегда найдется много чего интересного. Но я бы порекомендовал, это не для того, еще раз, вот не для того, чтобы заниматься триатлоном, я подумал, а вот просто прочитать вот эту книгу Криса Макормака, которая называется «Я здесь, чтобы победить», и прочитать ее именно, собственно, так, как мне ее в свое время подарили. Я вообще считал, что это какая-то глупость, триатлоны, вот эти длинные, там у меня было пару знакомых, которые уже этим занимались, и мне, собственно, эту книгу подарили под предлогом, что ты ее почитай, потому что ты ее читай, как книгу про любую человеческую деятельность, неважно, что это, бизнес или профессиональная деятельность. Дело в том, что книга очень сильная, потому что она про цели полагания, про волю, про психологию, и я, в общем-то, всем ее советую прочитать. Можно и не заниматься, в общем-то, триатлоном, но книга очень интересная, очень увлекательная, читается на одном дыхании. Крис Макормак, «Я здесь, чтобы победить». Спасибо. Ну, тогда… А, еще есть вопрос? Да. Добрый день. Сергей Ильисеев, компания X-Infotek из Латвии. Я приглашенный гость. Такой вопрос. Вы очень энергичный человек, это просто прет из вас. Где вы черпаете энергию и идеи? Ну, я думаю, что я энергичный человек генетически, и, собственно, вот эти успехи в длинном триатлоне, мне врачи тоже говорят, что это генетическая штука, это не есть что-то там, потому что так быстро, очень сложно, если бы не было чего-то генетически заложено. Я черпаю в своих друзьях, в своей семье, в своих детях. Вот дети, дети для меня очень важным являются обстоятельством в ответе на ваш вопрос. У меня на сегодняшний день старшие дети взрослые, то есть у меня дочери 31 год, а сыну 29. Но вот еще с самых первых лет огромное количество, то есть очень большой объем деятельности, скажем так, не профессиональной, а такой семейной активности, спорта и так далее, мы делали совместно. И у нас все время идет соревнование с сыном. Причем я являюсь зачинателем какого-то увлечения. Допустим, я его поставил на горные лыжи, и мне было очень важно, чтобы я продолжаю кататься лучше него. Потом я увлекся кайтсерфингом, и где-то через пару лет и сын тоже увлекся кайтсерфингом, и мы все время соревновались, кто лучше прыгает, он или я. Я все время пытался не отстать от него, и мне, в общем, удавалось на его уровне сохраняться. Он увлекся триатлоном, и тоже в Техасе сделал полный айронмен, при этом он делал два старта, которые делал я перед этим, и ему было принципиально важно меня обогнать. И у нас вот это соревнование до сих пор продолжается, он там лучше меня плывет, но хуже едет, примерно так же, как я бегу, и вот у нас вот эти соревнования, и так очень многие вещи. То есть ты находишь, я обобщу ответ, ты находишь, скажем так, партнера или группу партнеров, с которыми ты проводишь время. Это могут быть твои дети, это могут быть твои друзья. Вот в моем случае так получилось, что все мои друзья, ну не все вернее, но очень большая часть моих друзей, она существенно моложе меня. То есть у меня основная группа друзей, с которыми я активно провожу время, это люди в возрасте 35-45, а мне 65. Я должен соответствовать. Спасибо, Илья Борисович. Спасибо. Я думаю, поблагодарим Илья Борисовича за хороший ответ. Поздно. Спасибо, Илья Борисовичка. И тебе маленький подарок от нашей школы Сколково. Спасибо всем, что пришли. Было очень приятно.